Привет, с вами Алексей Сова. Располагайтесь поудобнее, в этом ролике я вам расскажу об 11 самых необычных зданиях мира. Поехали! Этот гигантский кот – детский сад в немецком городе Карлсруе. Каждое утро сотни детишек исчезают в пасти гигантского кота и выбираются наружу через его хвост. Такое фантастическое здание детского садика находится в Германии и по замыслу архитекторов символизирует франко-германскую дружбу. Дети заходят в здание через пасть, учатся и играют в классах внутри кошачьего живота и выходят на улицу через стальной хвост, сделанный в виде горки трубы. Огромные кошачьи глаза – это окна, которые пропускают внутрь здания достаточно дневного света. В животе находятся раздевалка, столовая, кухня и классные комнаты. Лапы – это игровые зоны, а кошачий хвост – просто большая горка, через которую дети скатываются во двор. Кошачье здание увенчано зеленой крышей, которая создает иллюзию зеленого меха травы. Дубайская рама В 2018 году власти города открыли новый архитектурный объект – Дубай Фрейм – гигантскую картинную раму, состоящую из двух 150-метровых башен, соединенных сверху стеклянным мостом с панорамным видом на 360 градусов. Рама Дубай Фрейм расположена таким образом, что теперь визуально разделяют город на две половины. По одну сторону рамы расположились здания старой части Дубаи, в то время как по другую – современные небоскребы. Атомиум Атомиум – одна из главных достопримечательностей и символ Брюсселя. Сооружение покрыто изначально алюминиевым слоем, а после завершенного в феврале 2006 года капитального ремонта – стальной оболочкой. Состоит из девяти сфер – атомов, которые объединены в конструкцию, изображающую кубический фрагмент кристаллической решетки железа, увеличенный в 165 миллиардов раз. Высота атомиума составляет 102 метра, вес – около 2400 тонн, а диаметр каждой из девяти сфер – 18 метров. Шесть из них являются доступными для посетителей. Сферы соединены между собой трубами длиной 23 метра, содержащими эскалаторы и соединительные коридоры. Всего между шарами существует 20 соединительных труб. В средней из них находится лифт, способный за 25 секунд поднять посетителей к ресторану и обзорной платформе, находящимся в верхнем шаре атомиума. Крейзи Хаос Вьетнам Сказочный отель Крейзи Хаос или Сумасшедший дом – один из самых популярных туристических аттракционов в Далате. Все здесь сделано очень по-сумасшедшему – и внутри, и снаружи. Безумные лабиринты узких переходов, причудливые грибы, вырастающие на крышах, переплетение живой растительности и архитектуры. Создательница безумного дома – вьетнамский архитектор, дочь правительственного чиновника и хиппи по натуре. Архитектуре училась в Москве. Вьетнамцы, увидев ее творение, думали, что именно так строят дома в России. Дом работает как музей и как отель. Можно попасть внутрь и осмотреть интерьеры в часы работы музея. А можно и остановиться в нем на пару-тройку дней, чтобы оценить все архитектурные фишки и погулять по запутанным коридорам. Для молодоженов в Крейзи Хаос есть отдельный уголок – небольшой домик Ханни Мун. Кривой дом – Польша. В этом доме криво все – окна, стены, крыша, двери и даже карнизы и водосточные трубы. Выглядит он очень сюрреалистично, будто вы оказались в настоящем королевстве кривых зеркал. Особенно эффектно кривой дом смотрится в ночное время, когда его причудливые формы подчеркивает вечерняя подсветка. Трудно поверить, но при строительстве дома использовались самые простые материалы – песчаник, стекло, металл. Внутри находится торговый центр с магазинчиками, рестораном и кофейнями. И еще там есть стена славы – место, где знаменитости оставляют свои автографы. Внутреннее оформление выглядит менее оригинально, хотя немного напоминает стиль Гауди – плавные линии и отсутствие прямых углов. Несмотря на фантасмагоричный стиль, кривой дом гармонично вписался в окружающий его архитектурный фон, со старинными игрушечными домиками и неторопливой курортной атмосферой. Кубические дома Нидерланды Авангардный проект наверняка придется по душе ценителям современной архитектуры. Необычные желто-серые кубические дома в Роттердаме появились на свет более 30 лет назад, но до сих пор смотрится свежо и актуально, являясь одной из главных достопримечательностей города. Перед автором проекта была поставлена задача заполнения пустого пространства моста над транспортной магистралью. Так появился на свет этот нестандартный жилой комплекс. Изначально он был предназначен для самых обычных жителей города, но со временем превратился в дорогое и престижное жилье. Некоторые из его обитателей не смогли смириться с постоянным потоком туристов и предпочли переехать в другие жилые районы. Дома представляют собой большие кубы, стоящие на высоких опорах и повернутые под углом так, что три их грани обращены к небу и еще три к земле. Дома соединены между собой галереей. Туристы могут подняться по лестнице на второй уровень жилого квартала. Там устроен прогулочный променад. Каждый куб это отдельная квартира, имеющая три уровня. Если хотите увидеть, как устроено жилое пространство внутри куба, стоит зайти в музей, открытый в одном из них. Мир Феррари. Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби в 2010 году появился объект, который притягивает всеобщее внимание. Это уникальное огромное здание, под крышей которого находится крупнейший развлекательный парк, созданный международной автомобильной корпорацией Феррари. Главный элемент дизайна объекта – красная крыша обтекаемой формы, площадью более 200 тысяч квадратных метров. Крыша спроектирована в форме трех лепестков и повторяет дизайн знаменитой модели Феррари GT. На крыше установлен логотип Феррари, самый большой в мире. Его длина – 65 метров. Внутри находится масса интересного. Тематический парк, захватывающий дух аттракционы, в том числе самый быстрый в мире аттракцион «Формула Росса». Его скорость – 240 км в час. Тренажер, с помощью которого можно совершить полет над Италией, картинг, магазины с фирменной продукцией Феррари, кафе и рестораны. Храм Лотоса. Индия. Лотос – священное для Индии растение. Храм религии Бахаи в Дели в точности повторяет контуры Лотоса, только увеличенного во много раз. Храм Лотос состоит из 27 гигантских лепестков. Внутрь храма может войти человек любой конфессии и религиозных взглядов. Там вы не увидите никаких украшений, росписей и скульптур. Храм лаконичен внутри. Ничто не отвлекает от сосредоточенной молитвы и единения с Творцом. Храм был построен в 1986 году архитектором Фариборзом Сахба. Он проповедует религию Бахаи. Последователи этого направления выступают за единство всех религий. Источником вдохновения при создании храма для архитектора послужил знаменитый оперный театр в Сиднее. По периметру храм окружают 9 бассейнов-лепестков с водой бирюзового цвета. Глядя на храм Лотоса, кажется, что этот прекрасный цветок вот-вот начнет распускаться. Хабитат 67. Канада. Жилой массив в Монреале, состоящий из комплекса домов кубической формы, построен в стиле брутализм. Время постройки 1967 год. Но проект все еще смотрится невероятно актуально. Нагромождение одинаковых серых домов кубической формы, стоящих друг на друге, немного пугает. Но подойдя ближе, понимаешь, что в действительности это очень комфортное и грамотно продуманное жилье. Каждая квартира в комплексе – это полноценный дом со своей территорией, отдельным входом и небольшим личным садом, расположенным на крыше стоящего снизу соседнего куба. Отличный проект гармоничной и экологичной организации пространства для уставших жителей мегаполисов. Здание Национального совета по развитию рыболовства. Хайдерабад, Индия. Здание построено в феврале 2012 года и по форме напоминает рыбу. Левый плавник здания служит навесом над главным входом. Ночью здание подсвечивается голубовато-фиолетовым прожектором и создается впечатление, что оно плывет через город. Пиано-хаус, Китай. Необычный музыкальный дом в китайском городе Хуэнане состоит из двух частей. Точнее, двух музыкальных инструментов. Скрипки и рояля. Практически полностью прозрачных. В скрипке размещен эскалатор, а в рояле выставочный комплекс. Полностью остекленные прозрачным и тонированным стеклом фасады обеспечивают максимум света внутри здания. Ночью здание обрамляет подсветкой неоновыми трубками по контуру, что выглядит эффектно и лаконично. На сегодня это всё. Спасибо за просмотр. Поддерживайте этот ролик лайком, если хотите видеть ещё подобные выпуски. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые интересные видео. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.